Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками нашего района. Вместе с ними, а также с вами, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Так, сегодня мы поговорим про тему, действительно, возможно, одну из самых актуальных – это обеспечение безопасности, общественной безопасности в нашем районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, телефон прямой связи 508-86-84. У вас имеется возможность позвонить, задать свой вопрос, узнать что-то у сотрудника полиции, нашей Одинцовской полиции, а также представителя общественной палаты Одинцовского района. Итак, наши гости сегодня – Елена Валерьевна Ожерелева, сотрудница пресс-службы межмуниципального управления МВД России Одинцовской. Елена, здравствуйте. А также Леонид Михайлович Пегарин, член комиссии с, наверное, одним из самых длинных на ваших названиях по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям, общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции. Леонид Михайлович, добрый день. Добрый вечер, Святослав. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Рад, что вы к нам сегодня приехали. Благодарю, что нашли время. Ну что же, действительно, обеспечение безопасности в такой довольно, в общем-то, не самый спокойный период в жизни нашей страны – это вопрос, пожалуй, ключевой. Потому что деньги, благосостояние, в общем-то, это все в конечном счете на втором месте находится. В первую очередь, это здоровье нашей жизни, наших родственников, да и, в общем-то, нас самих. Ну что же, у меня первый вопрос к вам имеется. Вообще, полиция и общественники достаточно параллельно, в общем, во многом работающие организации. Работаете ли вы друг с другом? Да, у нас сложилось очень тесное сотрудничество в таком конкретном направлении. В направлении рейдов, правильно? По выявлению точек, где незаконно продается спиртное в ночное время. Это сотрудничество уже дает свои плоды. И я думаю, Елена сейчас нам подробно расскажет. Спасибо огромное еще раз за приглашение. Безусловно, взаимодействие полиции и представителей общественности – это крайне актуальное и важное сотрудничество. Потому что люди с активной гражданской позицией, которые представляют общественную палату Одинцовского муниципального района, им также небезразличная ситуация, которая происходит в городе и районе. И это крайне важное сотрудничество, потому что это хорошее подспорье в обеспечении общественного порядка. И также, как правильно заметил Леонид, это выявление и пресечение различных правонарушений. У нас уже есть положительный опыт взаимодействия. Это рейды, проведенные по охране общественного порядка, по выявлению и пресечении фактов продажи алкогольной спиртосодержащей продукции в неустановленное время. Также продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним. Данные лица привлечены к административной ответственности, которые нарушили закон. И хотелось бы напомнить также для граждан, что санкции данной статьи штрафа об административных правонарушениях, конкретно по продаже алкоголя 14.16, кодекса об административных правонарушениях, предусматривает административный штраф на должностных лиц до 10 тысяч рублей, на юридических до 500 тысяч рублей. И мы надеемся, что вот эти моменты, вот эти рейды, которые мы проводим, они такие важные в том плане, что люди задумаются о том, чтобы не нарушать закон в этой части. И тем самым будет, соответственно, соблюдение. Ну, я думаю, никто не будет спорить. Действительно, для любого предпринимателя в первую очередь в главе угла стоит обычно прибыль. И я думаю, в данном случае у нас имеется ситуация, когда, грубо говоря, один человек попал на деньги, остальные 10 задумаются. Елена, у меня к вам вопрос такой о данной рейде. Насколько я могу представить себе процесс их организации, наверное, это выглядит примерно как в общественную палату, да? Леонид, поправьте меня, если ошибаюсь. Поступило заявление, вы скоординировались с полицией, выбрали время, дату, объект и едете работать. Ну, долго ли? Долго ли это все получается? Не получится ли, что кто-то где-то откуда-то узнал? И эффект вот этой оперативности, да, неожиданности для правонарушителей у нас пропал? Я могу сказать только то, что общественная палата работает весьма оперативно. У нас есть сайт op.odin.ru. На этом сайте существует форма обратной связи. То есть в режиме онлайн вы можете написать заявление, оно тут же будет обработано секретарем и поступит в работу соответствующую комиссию. А там же мы принимаем решение, совещаемся, что, где, когда, как. Я бы хотела добавить, что, безусловно, это важно, именно оперативность в этом моменте. И причем именно вот сколько у нас уже есть опыт общения, да, представители именно общественной палаты Одинцовского района, почему у нас также складывается такое тесное взаимодействие сотрудничества, они очень оперативно и быстро реагируют в данном направлении. То есть это буквально происходит за, может произойти даже за несколько часов, да, то есть мы можем спланировать данное мероприятие, так скажем, в том же самом режиме онлайн. Либо же для этого, да, нужна какая-то подготовка, но это не требует каких-то определенных, определенного долгу промежуточного времени. Это очень важно. А как вы считаете, вот данная практика работы с общественниками, насколько я понимаю, на данный момент она ограничена рейдами. Будет ли какое-либо расширение сотрудничества, возможно, в виде, возможно, совместных лекций? Безусловно, безусловно. Безусловно, это очень важно. Во-первых, это работа с молодежью, да, то есть это какие-то мероприятия, связанные с молодежью, с детьми, состоящими, допустим, на учете по делам несовершеннолетних, да. Это проведение различных семинаров, лекций, как в школе, в части правового какого-то информирования, да. Также и в части проведения различных круглых столов и брифингов, которые мы также, кстати, проводим, да, со средствами массовой информации и так далее. Безусловно, это все в работе, это в процессе. Очень хорошо, что вы вспомнили про работу с молодежью. Не так давно, насколько мне известно, проходил урок мужества в Кубинской средней общеобразовательной школе. Уважаемые телезрители, наша съемочная группа также присутствовала на данном мероприятии. Предлагаю вам посмотреть, как же все проходило. Перед первой Кубинской школой установлена мемориальная доска заслуженному летчику, ведущему пилотажной группы «Русские витязи», герою Российской Федерации Игорю Ткаченко. Над входом развиваются флаги страны, города и района. Одинцовские педагоги уделяют патриотическому воспитанию молодежи особое внимание. Ничего удивительного в этом нет. Именно в школах дети формируют представление о своей стране. Мы очень большое внимание уделяем патриотическому воспитанию. Есть целая программа, различные мероприятия проводятся и классные, и школьные. 21 век предъявляет повышенные требования к юридической грамотности россиян. Знание своих прав и обязанностей – это то, без чего невозможно представить современную жизнь. Мы узнаем очень много нового для того, чтобы научить и поделиться нашими знаниями с учениками младшей школы. И для самих себя, чтобы мы были уверены в своих знаниях для дальнейшего нашего пути. В открытом уроке приняли участие порядка 50 ребят. Все они ученики 11-х классов. Занятия готовили совместно. Чтобы рассказать, как-то посвятить ребят по поводу прав человека, Конституции, очень часто проводим открытые уроки, в основном для младшей школы. Сегодня мероприятие, посвященное Конституции России, праву, и направлено на воспитание в детях патриотизма и того, чтобы расширить укругозор в области права России, Конституции. Проблемы детской преступности не чужды Одинцовскому району. Употребление наркотиков и алкоголя, курение, драки – все это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться отделом полиции по делам несовершеннолетних. Педагоги и полицейские уже не первый год практикуют воспитательные уроки и разъяснительные беседы с учениками. Мы беседуем с учащимся как с первым, так и по одиннадцатый класс, разъясняем детям об административной уголовной ответственности, ну и делаем так, чтобы дети у нас не совершали правонарушения и преступления. Ну что же, по всей видимости, вот именно таким образом или около того проходят уроки мужества совместные проекты Общественной палаты Одинцовского района и нашей Одинцовской полиции. Елена, Леонид, по-вашему, все-таки, вот насколько данные уроки имеют реальные последствия? Нет ли из этого, знаете, такого некого фарса? То есть дети там прогуляли математику, послушали там с открытым ртом сотрудника полиции, сказали хорошо и пошли там дальше курить за стены школы? Я думаю, что сейчас у детей, у подрастающего поколения проявляется большой активный интерес к патриотическому воспитанию, ко всему, что связано с историей Родины. И любовь к Родине, она выходит сегодня на первый план для многих людей. Поэтому это не шутки, все это очень серьезно. Я думаю, что каждый близко все это воспринимает к сердцу и подходит с полной самоотдачей. Елена, если вот про статистику не буду спрашивать, мы, в общем, не готовились к данному моменту, тем не менее, вот некие общие наблюдения, да, насколько вот непосредственно такая целевая работа, да, по конкретным классам, то есть по определенному возрасту ребят именно в школах, дает реальные результаты? Вы знаете, я хотела бы отметить, что профессия инспектора по делам несовершеннолетних, она включает в себя три необходимых направления. А это как один человек в трех лицах, то есть это и психолог, это и педагог, и юрист, да. И здесь все зависит от того, какой именно идет подход у инспектора по делам несовершеннолетних к детям. Если это все происходит на достаточно профессиональном уровне, да, то, соответственно, идет и положительный, эффективный результат. Какой-то определенной конкретной статистики я сейчас вам не готова назвать, да, и ответить. Я могу только сказать, что конкретно в нашем Одинцовском районе, да, в межмуниципальном управлении очень достаточно много профессиональных инспекторов по делам несовершеннолетних, которые очень эффективно выполняют свою работу. И результат есть в любом случае. Очень целенаправленно ведется работа по профилактике преступлений и правонарушений. Очень много детей снимают с профилактического учета, да, и тем самым в семьях царит, соответственно, совершенно другая, добрая, хорошая атмосфера. Поэтому эта работа происходит постоянно, на постоянном уровне. Ну, смотрите, вот со стороны, конечно, это звучит с первого взгляда очень неплохо, тем не менее, вот смотрите, урок 45 минут. Да. И вдруг такие две здоровые темы. У нас, соответственно, про конституцию ребятам рассказывают. Там, извините, ребята, восьмой класс. Им там достаточно тяжелую тему рассказывают. А с другой стороны, им еще и рассказывают о том, что, ребятки, а знаете, есть такая у нас административная ответственность. То есть у вас будут родители наказывать, а сперва денежки нам платить за то, что вы курите. Вот не будет ли это скомканно? Понимаете, здесь главное еще как рассказывать, да. То есть существуют различные мастер-классы, опять же, различные семинары, презентации. Как преподнести этот момент? Если просто читать монотонно лекцию и говорить, что вот это нельзя, то нельзя, это один момент. А когда это происходит с интересом, с какими-то живыми, реальными примерами, да, ярко-красочно, тогда происходит и восприятие, соответственно, по-другому. То есть действительно удивляется время, и общественники, и сотрудники полиции, я так понимаю, эти уроки разрабатывают. Это не отдельные две лекции, которые пришли, мы там прочитали, ушли, правильно? Нет, это сейчас у нас нет конкретно, да, чтобы вот это было разработано уже в плане. Но я думаю, что мы будем к этому стремиться, и это нужно, да, взять на такую метку. И в Одинцове есть такой замечательный человек, как Андрей Кольчук, директор Одинцовского историко-крывического музея. И вот он работает с клубом «Генерал» и рассказывает подрастающему поколению через моделизм, через вот эти вот маленькие фигурки. А Антон Кузнецов рассказывает подрастающему поколению через вот эти артефакты времен Великой Отечественной войны, которые находят на земле Одинцовской. Понимаете, вот есть у нас люди. В Одинцове, которые могут рассказать и могут донести. И достаточно характерно, что многие из них, насколько мне известно, в общественную палатку как раз-таки входят. Наш коллега Антон Кузнецов. Как раз, да. Давайте подведем итоги. Все-таки, Елена, Леонид, на данный момент, что в вашем взаимодействии получается, да, больше меня даже интересует, что не очень пока. Что стоит улучшить, что стоит как-то модернизировать. Мне кажется, надо проводить больше круглых столов. Больше прямого, открытого общения. С приглашением широких кругов, бизнесменов, представителей общественности, местного самоуправления. Мне так кажется. И в завершении, естественно, вот эти практические мероприятия, которые мы проводим, мы будем в дальнейшем, я надеюсь, их только увеличивать. А вообще, общественная палата и правоохранительные органы, они улучшают жизнь Одинцовского района. Делают жизнь в Одинцове и в районе лучше. Ну, это пока у нас на уровне тезисов. Будем следить. И, конечно, обычно такие вещи с годами только прослеживаются. Будем надеяться, что спросим у телезрителей. Конечно, зрители и нам пишут, и вам. Будем смотреть, что получится через год. У нас через два, как и верно сказал мой коллега Петр Горохов, если люди смогут сказать через некоторое время, что вот в 2015 году, допустим, было опаснее, чем сейчас, в 2018, 2020, 2025. Я думаю, этот будет показателем успеха. А пока будем следить. Будем следить. Елена, последний вопрос у меня к вам. Отойдем от темы общественной палаты. Что у нас вообще с криминогенной обстановкой сейчас в районе? Есть ли какие-то опасности, о которых наши жители должны действительно прямо сейчас знать? Вы знаете, в последнее время участились случаи, а именно в городском поселении Одинцова, когда две женщины, будем говорить, две женщины под видом социальных работников приходят в квартиры к жителям нашего города и предлагают какие-то различные услуги. Затем вводят людей в заблуждение, так скажем, не вымогают, а просто завладевают незаконно денежными средствами и просто скрываются в неизвестном направлении. То есть это фактически домашние кражи? Получается это так, но доверчивые люди, доверчивые наши граждане, в основном это пожилые люди, они верят, они добродушно верят, они открывают двери, они принимают, поют чаем и так далее. И, соответственно, потом после этого страдают. У меня такая большая просьба, уважаемые граждане, будьте, пожалуйста, внимательны, будьте, пожалуйста, бдительны обо всех таких подозрительных случаях, когда люди навязчиво вам советуют какие-то приборы, какие-то безумные препараты, может быть, какой-то перерасчет пенсии с одного счета на другой, сразу же, пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы. Хотела бы напомнить телефон дежурной части нашего управления 593-10-62, 593-22-34, либо же по телефону 02. Сотрудники полиции будут благодарны за любую оперативную информацию. И, насколько я понимаю, единый центр у нас теперь, 112, также данную информацию принимает. Да, также 112, да, безусловно. Елена, благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Спасибо за приглашение. Сейчас мы обсудим, обязательно приезжайте еще раз, сейчас мы обсудим еще одну тему, непосредственно уже касающуюся совместных рейдов общественной палаты и сотрудников полиции. Уважаемые телезрители, напомню, что в России действует федеральный закон, запрещающий позднюю вечернюю и ночную продажу алкогольных напитков. Насколько данный закон работает и соблюдается в Одинцовском районе, мы вскоре узнаем. Если у вас имеются какие-либо вопросы, если вы можете угасать нам на конкретные места, точки, где алкогольную продукцию действительно продают ночью, звоните телефон 508-86-84. Ну, а как обстоят дела, по крайней мере, в столице нашего района, в городе Одинцово, мы узнаем прямо сейчас. В общественную палату регулярно поступают жалобы от жителей о том, что рядом с их домами после 11 часов вечера ведется продажа алкогольной продукции. Общественники вместе с сотрудниками полиции отправились в рейд сразу по нескольким адресам. В палатке по улице Садовой, 22, Бойко торговали пивом, и продавец, не раздумывая, продал заветную бутылочку подставному лицу. Я просто подошла, попросила пиву, мне сказали, да, есть такое, есть такое, я выбрала, и мне продали бутылку, которую я хотела. Достаточно недорого и без проблем. По факту было зафиксировано административное правонарушение. Владельцу палатки грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Кстати, эту торговую точку штрафуют за продажу алкогольной продукции уже не первый раз. Дальше участники рейда отправились на Можайское шоссе. Но то ли фотокорреспондентов заметили вовремя, то ли чутье продавцов не подвело. Но здесь нам алкоголь не продали даже за тройную цену. Акция проходила не только в Одинцово. Много жалоб поступило от жителей поселка Летний отдых. Именно туда направились члены общественной палаты и сотрудники полиции. Единственный круглосуточный магазин на весь поселок. Здесь алкоголь можно купить в любое время. Бутылку водки нам продали, без особых вопросов. Увидев сотрудников полиции, продавец отказалась от каких-либо комментариев и не хотела общаться ни с прессой, ни с полицией. Но отвечать за правонарушение все же придется. Сегодня в ходе проведения мероприятия с сотрудниками полиции Межмуниципального управления МВД России Одинцовская совместно с членами общественной палаты в ходе проведения данного мероприятия выявлено два факта нарушения федерального закона 171, а именно реализация алкогольной продукции в неустановленное время. Руководители данных торговых объектов будут привлечены к административной ответственности по ст. 14.16, ч. 3, что предусматривает административный штраф на индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на общество с ограниченной ответственностью от 50 до 100 тысяч рублей. Был составлен протокол, понятые расписались, штраф на общество с ограниченной ответственностью Мегарон может составить от 50 до 100 тысяч рублей. Дорого обойдется компания и продажа одной бутылки водки. В помощи журналистов, членов общественной палаты, думаю, эти рейды проводятся очень даже эффективно. Совместные рейды общественников и полицейских планируется сделать регулярными. В нашем районе достаточно круглосуточных магазинов. Порядок должен быть наведен в каждом. Дорого обойдется. Прекрасно. Что на четвертой? Так, у нас это такой Радченко, он сдал этот магазин в аренду, и там продают водку день и ночь. И рядышком чайная находится, которая продает на разлив водку, начиная с 9 часов утра или 10 утра, до 10 вечера. Рядом детская площадка, 5 сантиметров от детской площадки. Ну, насколько мне известно, как раз-таки до 10 вечера они продавать могут. Вот тут вопрос в том, чтобы не продавали ночью и как раз-таки до утренних часов. А вы считаете, что на детском площадке можно? Я считаю, что нужно следовать закону в первую очередь. Скажите еще разок. Я об этом говорила Познякова Юрия Юрьевич и Юлия Юрьевна, подполковник, который отвечает за вот эти вот складажи ночных водки и пива ночью. Она три раза их арестовывала, вот этот вот, значительно 3А. Три раза она арестовывала их. Так. И по-прежнему они торгуют. Временно останавливаются, потом опять торгуют, как им нравится. Понятная ситуация. На детской площадке, пяти сантиметров на детской площадке разливать водку в разлив, это тоже преступление. Все, понятно. Благодарю за ваше мнение, уважаемые телезрители. Уважаемые телезрители на детской площадке. Напоминаю, что наш телефон 508-86-84. Вот как раз-таки у нас сейчас человечек позвонил, сказал конкретно, где что происходит. Я думаю, общественная палата это на карандаш возьмет. Поприветствуем нашего сегодняшнего еще одного гостя. Алена Викторовна Патрина, эксперт-консультант общественной палаты. Алена Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте, уважаемые зрители. Спасибо, что пригласили на обсуждение столь острова вопроса. Ну что ж, Алена Викторовна, Леонид Михайлович, вот еще один адрес у нас появился в записной книжке. Почему, по-вашему, все-таки недобросовестные предприниматели игнорируют как-никак федеральный закон? Я бы хотел сказать только то, что все звонки, которые сейчас поступают в студию, они записываются и передаются в секретариат общественной палаты. А мы, комиссия антикоррупционная, уже соответствующим образом будем работать по этим направлениям. Но, тем не менее, все-таки почему люди нарушают? Алена, давайте к вас на задаче этим вопросом. Люди очень алчные и думают, что закон не работает. И мы были неприятно удивлены тому, что, когда мы вышли на рейды, большинство людей спросило нас, зачем вам это надо? Но мы все ходим по улицам, и никто не хочет приключения вечером встречать. У нас есть у всех дети, родители, которые по той или иной причине могут выйти вечером и встретить пьяных. Правильно? Большинство имеется в виду, большинство из кого? Из горожан. Жители у нас есть дети, и нам неприятно встречать нашим. Тысячи людей к вам пришли прямо. В любом случае, нам неприятно видеть на улицах плохо выглядящих людей. Я думаю, что общественникам и вообще кому бы то ни было, трудно ответить на вопрос, почему это происходит. Закон принят, он должен работать, его нужно контролировать. Ведь администрация приняла решение контролировать. Если кто-то не хочет нам помогать, хотя бы пусть не мешают. А сидеть дома на диване и рассуждать, а для чего вам это нужно, нам нужно, вам не нужен, пожалуйста. Мы готовы работать. Жители, напоминаю, мы сейчас разговариваем о нелегальной, незаконной продаже алкогольной продукции в позднее вечернее ночное время. Наш телефон 508-86-84. Если вам известны конкретные случаи продажи алкогольной продукции в конкретных местах, по конкретным адресам, звоните, ваше заявление будет полностью, в полном виде передано в общественную палату и, я думаю, в правоохранительные органы. Алена Викторовна, у меня к вам вопрос насчет рейдов, которые мы сейчас продемонстрировали. Все ли там гладко прошло? Как вообще местные жители восприняли вашу инициативу? У нас не просто гладко, у нас как по маслу все прошло. Приходите, хотите купить пиво, пожалуйста, какую марку вы хотите, какую предпочитаете? Мы выбрали, нам продали. Вопросов нет. Садовая 22 все продает. Дальше был не очень приятный инцидент, когда мы хотели Можайское шоссе отработать. Человек случайно увидел камеры у нас и предупредил продавца. Человек с улицы, вы имеете в виду? Человек с улицы, который покупатель впереди нас стоял, он заметил, сообщил продавцу, они быстро закрыли все палатки. Очень молодец. Его дети не будут ходить по улицам, у него все замечательно. Но, тем не менее, насколько я могу судить, раз звонки поступают, раз людей беспокоит данная тема... Мы готовы принимать звонки, мы готовы отрабатывать эти точки. Вы просто сообщаете нам. Просто сообщений нет. Все звонки, которые к нам поступали, мы все отработали. А как вы считаете, вот все-таки, там в сюжете речь шла о штрафе денежном порядка 5 тысяч рублей. Ну, давайте будем откровенны, едва ли магазин за день зарабатывает сумму не в несколько десятков, если не сотен тысяч рублей. Насколько вообще считается серьезным, по вашему мнению, вот этот штраф 5 тысяч? Не выгоднее ли, получается, компании отдать эти 5 тысяч, заработать 500 тысяч за ночь? Но их потом лишают лицензии. И они потом вообще не смогут торговать. Я думаю, кстати, для Профорума будет правильно назвать конкретный вот этот период времени. После какого часа мы не можем вообще идти в магазины и требовать, там, давайте мне водку пиво? После 23-х. После 23-х, все. А по утрам, получается, это до скольки? 9-ти. Там идет до 8-ми, но Московская область может вводить свои ограничения и на усмотрение администрации. Они могут ввести с 22-х до 11-ти утра. Это уже на местности решается. Ну что же, у меня еще один имеется вопрос к вашей комиссии. На данном случае это не касается непосредственно охраны общественного порядка, но тема действительно актуальна. И хотя бы пару слов мы, наверное, должны о ней сказать. Я говорю о сносе гаражей. О сносе гаражей ракушек. По всей стране, насколько мы знаем, данные строения убираются с улиц наших городов. Частенько это вызывает недовольство жителей. Леонид, наверное, давайте я вам этот вопрос адресую. Все-таки, почему вообще гаражи сносятся и как быть людям, у которых там годами стояли любимые машины? Ну, гаражи сносятся, потому что есть нормативно-правовые акты, которые регламентируют этот снос. Гаражи сносятся, потому что нужна муниципальная земля. Земля нужна под строительство плоскостных, общественных, бесплатных парковок в городе. Земля нужна под развитие города. Недавно обсуждался новый облик Одинцова. Город активно застраивается, активно развивается. Его будущее, если мы приложим все свои усилия для этого, просто прекрасно. Но проблема такая действительно существует. И летом этого года в общественную палату поступило заявление от жителя дома номер 70 по Можайскому шоссе. Гражданин писал в своем письме, что до недавнего времени он исправно платил арендную плату за пользование землей, на котором стоит ракушка, в МУП «Автостоп». Но здесь появилось объявление, что все, МУП «Автостоп» вы больше не платите, все вопросы в администрацию. И еще появилось другое объявление, что гараж, ракушку надо до такого-то числа убрать. Приходили какие-то непонятные люди, жители боялись, что их имущество будет нанесено вред, организовали круглосуточное дежурство около гаражей. В общем, ситуация накалилась, и делом занялись общественники. Делом занялась наша комиссия. Что получилось в итоге? В итоге мы приехали на место, все сфотографировали, пообещали всяческую помощь. Написали тоже письма, соответствующие вышестоящей организации. И 17-го числа состоялось совещание, которое проводил исполняющий обязанности заместитель руководителя администрации города Одинцова Николай Голубев. На это совещание были приглашены жители дома номер 70, гаражи которых попали под снос. А речь идет о восьми гаражах. Там проблема в том, что эти гаражи находятся на территории, где расположен коммунальный объект Одинцовской теплосети. И строить на этом месте, в принципе, ничего нельзя, потому что это не муниципальная земля. И гаражи никому не мешают. И в ходе совещания, когда посмотрели спутниковые карты, выяснилось, что да, действительно, парковочная зона общественная, она находится немножко в другом месте. И гаражи никому не мешают. Поэтому можно ничего не сносить. И вот представляете, какие были счастливые лица у людей, когда они шли на это совещание и знали, что все, придется там убирать свои вещи. А кто-то сказал, а вот у меня две машины, а вот где я теперь буду парковаться, потому что у меня еще есть и квадроцикл, и ботоцикл, и еще что-то есть. Я могу тебе дополнить, что у многих моих знакомых, которые владеют как раз такими объектами, имеются там и склады, и места для обитания домашних животных и так далее. Да, но здесь по логике вещей, да, если вы себе позволили мотоцикл, квадроцикл, две машины, то вы должны себе позволить и гараж купить там, или парковочные места, правильно? А есть общественные парковки, причем на этих парковках выделяются специальные места для инвалидов, которые оборудуются запорным механизмом, и там устанавливается знак инвалида. Вот, это тоже очень важно. Так вот, прошло совещание в администрации, люди узнали, что ничего им сносить не надо, гаражи остаются на месте, и воодушевленные вот этим решением, да, вот этим исходом, они пообещали привести всю прилегающую территорию в порядок. То есть они покрасят гаражи в единый цвет, привезут асфальтобетонную крошку, постригут кусты, то есть облагородят территорию. На что представитель администрации сказал, ну, замечательно, мы власть, а власть с людьми не воюет. То есть в данном случае фактически серьезного конфликта, или по меньшей мере недопонимания, удалось решить данный вопрос банально, консультациями и просто выслушиванием друг друга. Да, конечно. Ну что же, Леонид Михайлович, Лена Викторовна, благодарю, что вы к нам сегодня приходили. Будем надеяться, что в дальнейшем мы с вашей комиссией еще не раз и не два будем работать. Приглашайте. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся», сегодня мы говорили об охране общественного порядка. Напомню, наш телефон 508-86-84, звоните нам в студию в течение целой недели, если у вас имеются какие-либо обращения, пожелания в адрес общественной палаты Одинцовского района, будем рады их передать. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте общественной палаты или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Удачи вам и до встречи через неделю.